привет друзья с вами варчик в этом видео нечастый гость на моем канале это гайд по легкому танку такие вообще на канале бывали я особо честно говоря не припомню я тот еще любитель лтшек но заказали 3 отметки на mx 13 105 пришлось научиться срочном порядке играть на лт вот что из этого получилось бой на 8000 урона на карте студентки причем на 13 105 на студентках обычно всегда получается нормально бой сырать хотя эту карту любимая не назову в этом видео поговорим с вами про этот замечательный mx 13 105 в первую очередь хочу сказать что танк очень зависим и требователен скиллу прокачки полевой модернизации правильно подобранному оборудованию и перков тоже желательно побольше чем больше ресурсов в этот танк вложишь тем легче на нем будет играть это в принципе очевидно но на других танках и других классах техники я не замечал такого жесткого прироста в удобстве это насколько танк становится лучше когда прокачиваешь правильную полевую модернизацию на других танках обычно но немного лучше там что-то прикольный становится и все здесь же танк кардинально становится приятнее и удобней и так давайте начнем с полевой модернизации и так суть полевой модернизации в том чтобы увеличить максимальную скорости нашего танка поскольку увеличение удельной мощности особо никакого смысла не имеет разницы в принципе не будет практически никакой а вот с увеличением максимальной скорости ездить по карте вы будете заметно быстрее также можно незначительно улучшить точность точностью нашего танка немножко хромает еще защищаем свой танчик от урона фугасами это очень хорошо для нашего танка поскольку он абсолютно картонный и очень часто мы встречаем всяких и бэров на фугасах да и артиллерия тоже любит пострелять в стандартные кустики блайндами да и на ходу арта частенько попадает поэтому защита от фугасов самый раз также добавляем немного маскировки ну и в конце ухудшаем маскировку врагов которые находятся за кустами так нам будет легче высветить врагов которые там сидят во всяких позициях полочках и чё-то там кемперят без всей этой полевой модернизации танчик абсолютно какой-то вялый и никакущий но вот полевая модернизация плюс оборудование оборудование у нас улучшенные механизмы поворота стабилизатор и вентиляция это немного на подвижность плюс на нанесение урона именно с такой полевой модернизации получилось у меня больше всего влиять на исход боя набивать как можно больше циферок и урона и засвета и ездить стало намного проще когда наш танк стал поворачивать нормально поскольку без механизма поворота он вообще практически не поворачивает и при любом засвете уйти из-под огня очень тяжело поскольку ваш танк практически прямо едет и поворачивать не собирается также еще немаловажное количество перков на вашем экипаже чем больше там всяких перков на стабилизацию виртуоз проходимость грунтов желательно еще там маскировка пожаротушения 2 перка на обзор поскольку наш танчик горит в лоб ему часто сбивают гусеницы он медленно поворачивает так себе у него стабилизация поэтому этому танку нужно еще и побольше перков и только тогда ты на нем будешь более-менее нормально кататься стрелять активно чё-то там ездить по карте пытаться высветить или занимать какие-нибудь пассивные кусты с таким набором оборудования и полевой модернизации можно даже в какие-нибудь кусты успевать занимать их и чё-то светить танчик реально становится такой более менее бодрый конечно полноценным светляком и я этот танк назвать не могу на некоторых картах он полностью превращается в дамагера в некоторых боях где много лтшек особенно там колесников тесту лт или мантикор против них светить вообще тяжело но в целом со своей задачей он справляется на всяких заковыристых картах можно вполне себе стать дамагером и из-под тяжка наносить урон а на некоторых открытых картах можно спокойно пассивно посвятить главное пережить вражеские лтшки и потом становится вообще легко карта становится свободной никто тебя не напрягает и ты используя пустое пространство на карте делаешь то что тебе позволяет вражеская команда как у меня и получилось в этом бою на студенках вражеская лтшка сдохла и подарила мне в принципе бой в котором я мог делать все что хочу я использовал пустое пространство для того чтобы врагу подсвечивать накидывать им в корму из получилось сделать очень много мне в целом 13 5 понравился единственное что на корму не поднимается орудие это очень неудобно и в некоторых моментах это особенность танка очень сильно раздражает ну а так в целом прикольный бодрый такой танчик играть на нем интересно но нужно потратить очень много времени на то чтобы изучить как играют топовые игроки на лт какие они занимают кусты какие у них раскатки для того чтобы выйти на приличный уровень игры на лт иначе на 13 105 очень тяжело будет играть в целом мне понравилось что на этом танке нужно не только светить но иногда чисто играть на урон хоть иногда можно порубиться по раздамаживать врагов по разводить их когда они с кем-то бодаются с вашими союзниками пострелять им по спине и по бортам особенно прикольно это получается на рудниках когда на гору заезжаешь на карелии на тундре везде где можно заехать на горку и ты просто с этой горки расстреливаешь тех кто там на тяжах внизу бодается в таких ситуациях очень часто получается на стрелять очень много в некоторых боях можно использовать пустое пространство на карте как в этом бою в некоторых боях можно постоять посвятить пассивно в целом такая разноплановая интересная лтшка получается но на ней нужно уметь много знать много иначе будет сложно ее реализовать самое главное здесь правильно прокачать полевую модернизацию и правильно поставить оборудование чисто на светляка собирать этот танк так себе затея поскольку и карт где нужно светить не прям уж много а на многих картах нужно просто наносить много урона и все поэтому такой вот танчик с вами был арчи карать красиво всем пока так так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...